В общем, я тонкая копия достала с биоробота какой-то шар сколовый темный. Она держит его в руках, а мы поднимаемся. Хорошо. Мы на месте. Мы приветствуем Инару. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в свое биополе на период сеанса. Она улыбается, накивает, доверит. У нее в руках этот круглый, четкий, как диск, шар. И у нее еще накидка белая с плеч и в пол. Такая тонкая, очень прозрачная. Иннара, откуда у вас этот шар в руках? Это мои знания. Это не ваши знания, я вам должен сказать, к сожалению. Это подключка. Поэтому я сейчас все это уберу из вашего биополя, и мы найдем ответственного, кто вам это подсунул в руки. Она говорит, ну как же здесь только информации. Вы знаете, от кого эта информация идет? Вы знаете, как вам эта информация вредит? Подселенной, разная информация, накопленная мною. Доверьтесь мне, вы обратились к нам. Мы ничего вам плохого не сделаем. Мы хотим просто разобраться. Это, возможно, единственный шанс, чтобы вы избавились своей жизни от этой подключки. Этот шар силой моего намерения идет в клетку-тюрьму. Скэнер просканирует сейчас Иннару. Отключи эту голограмму, накидку полностью. Подсвечивай все чипы, датчики, импланты, конвекторы, микрочипы. Все, что связано с этой накидкой, они подсвечиваются. Скэнер их видит четко и ясно, отключает их все, выводит из биополя. И как все выйдет, отправляя в клетку-тюрьму. Отправила в клетки? Да. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой и нары под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел и нары, находит все. У нее гуманоид, синий дракон, хамелеон и бес. Какой бес? Девятка. Какой синий дракон? 32-44. И откуда гуманоид? Сириус. Это твой шар? Моя накидка. Чей шар? Ее собственный, наверное. От шара выстраивай канал, к ответственным, если таковы есть, притягивай в клетку тюрьму. Здесь нет ответственных, здесь много вещателей, так сказать. Он черного цвета, он негативный, да? Но он информационный. Гуманоид, объясни мне насчет этого шара. Вся информация сплетается и скапливается в один шар или же в одну информационную сеть, которая удерживается в ее пространстве, утяжеляя ее. Это как баланс, которым наклоняет в свою сторону. Принимая все к сведению, не анализируя, накапливая, оно остается в биополе определенной мусорной энергии. Понятно. Можно сказать, это наивность и отсутствие анализа. Всеприятие. Всеприятие любой информации за чистую монету, как у нас говорят, да? Что это верная информация. Нет просчета. Нет просчета. Хорошо. Итак, сколько ты находился в этом биополе, гуманоид, со своей накидкой? Любопытство и интерес. Дальше этого не идет. Понятно. Любопытство и интерес накапливают любую энергию, включая позитивную, негативную, достоверную, выдуманную, предоставленную и так далее. Да, есть такая ловушка на земле. Согласен. Не первый раз встречаемся. Скажи мне, сколько ты находишься в этом биополе со своей накидкой? Четыре года. Понятно. Синий дракон, сколько ты находишься в этом биополе? Один год. Хамерион, сколько ты находишься? Семь лет. Семь лет. Бес, сколько ты находишься? Десять месяцев. Начинаем тогда работать. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я, возможно, буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Инары спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Кому без воронка в ногах? Вывожу эту воронку, идет в отдельную клетку. Готово. Хорошо. Выстраиваю канал к этой воронке от Инары. Инара отдает реверсам все негативное патогенное низкое аббрационное, что она получила от этой воронки. Посмотри, что идет в этот черный шар. Мусор. Информационный мусор. Но здесь вещание. Голоса. Голоса имеют свои вибрации. Вот эти вибрации возвращаются. Кумановец, скажи мне, чем опасен этот шар, это накопление, просто накопление, мы не говорим о знаниях, а накопление этих знаний? Чем оно опасно, кроме утяжеления? Неужели вы не будете это использовать в своих целях, имея человека перед собой, который имеет шар и не может разбираться в информации? Это чужие вибрации в тонких телах, как энергетические разряды, которые собрались в один шар. Как я уже сказал, они ведут баланс, куда наклоняется шар, куда идут эти вибрации, туда и тянет человек. Хорошо, у меня вопрос по этим вещателям, которые дают эту информацию. Это информация на вашей чистоте? Я не буду говорить за всех вещателей. Здесь главное получатель информации. Если человек впитывает все, не анализируя и не сомневаясь, собирается чужеродные вибрации в его теле, именно это сейчас произошло. Это информация мне достаточно. Инара, вы видите? Он показывает, он показывает, вот этот шар был в голове, он показывает на сердце. Сердце решает, сердце подсказывает. Оно когда человек принимает, это все идет в голову, в голове собирается все это. Поэтому все решения надо принимать по душе. Это именно то, что есть. Через сердце пропускать и смотреть, как на тебя эта информация вообще действует. Положительно, отрицательно. Инара этого не делала. Инара, я обращаюсь к вам сейчас по поводу этого всего, что происходит сейчас в комнате диагностики. Вы видите это все? Да, видите. Вы понимаете насчет этого черного шара, который вы считали из-за кладезь знаний, к чему он ведет и почему вы попали в эту ловушку? Это очень важно. Я поняла, что нужно обдумывать и слушать сердце. Вот, это урок, это опыт. Все нормально. Хорошо? Прекрасный опыт. Согласен. Реверс закончился. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Инара забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Инара себя обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз забирает из этого шара. И этой накидки гуманоида, все родные энергии, все, что на чистоте Инары находится, мощным потоком пошло назад. А на что ты зашел, синий дракон? Развитие души. Мне интересен путь развития души, матрицы, земля. Для драконов это полезно. Видеть путь развития человеческой души. Если ты активно его не тормозил, этот путь развития души, я встречался с разными драконами. Были те, которые паразитами называются, которые просто нагло воровали душу, или чакры, или энергии, и так далее. Были и с контрактами. Поэтому здесь есть тоже маленькие свои нюансы. Не скрою, я подключался, чтобы почувствовать то, что чувствует она. Именно развитие. То, что слушает она. Ущерб ты не наносил ей своей деятельностью, находясь в ее биополе. Я подключался к ее чувствам и слушал те вибрации, которые испытывала она при получении новой информации или знаний. Как вы поняли из этой ситуации, здесь не было анализа. Была определенная наивность в получении информации. Я не знаю, для тебя это действительно интересно. Мне не информация интересна. Мне интересны вибрации при получении информации, и ее чувства, и эмоции. А какие у нее были вибрации? Высокие и низкие при получении этой информации, которую она получала? Здесь все взаимосвязано. Получаемая информация ведет к определенным выбросам энергии. Это зависит от желаемых. От желаемых получений, знаний и развития. От желания развиваться. Я понял, что душа идет разными дорогами, правильными и неправильными. Собирая информацию, я видел разные души. Некоторые не хотят двигаться и искать. Души, ищущие, нравятся мне, так как с них я учусь. Учусь человеческим чувствам и более понимают души, живущие на планете Земля. Хорошо. Меня эта информация устраивает. Как с реверсом, Верочка? Закончу. Мы забрали все, что было. Скеннер, дай мне полноту души на настоящий момент. Сто процентов. Начинаем с вытаскивания. Бес, выходи, снимай все, что я оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Скажи мне, где находится лярва в ее биополе? Есть таковые? Затемнение лярва нет. Они отгорловуют как на шее. Шея ниже, ключицы сюда стекают. Снимай сначала все, что я оставил. Хочешь получить эти затемнения? Хочешь получить. У него ничего нет, кроме воронки. Разрешайте забрать затемнение. Забирай, возвращайся назад. Ниже живота еще есть затемнение. Снимай, небольшое. Хорошо, и там забирай. Готово. Идем дальше. Хамелеон. Ты 7 лет сидел в биополе. Как ты на нее воздействовал? Выходи, вытаскивай свое гнездо и рассказывай. Он говорит, что это 7 лет борьбы. Он ее пытался провоцировать, но радость и улыбка в ней остаются. Не получилось тебе понизить вибрации, да? 7 лет борьбы. Ну, значит... Были разные ситуации, бросал их в грусть, но она выкарабкивалась, улыбается и радуется. А это не нравится темным цивилизациям, не так ли, Хамелеон? Мы не темные, на радости тоже можно получить свои энергии. На неконтролируемой чрезмерной радости, на скачке эмоциональном. Ты это имел в виду сейчас? Да. Что мы говорили на одном языке. Ты все снял? Все снял. Идем дальше. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Возвращайся назад. Готов. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось еще, что мы не нашли? Нет, накидка его, она полностью отключена. Даю команду на рассинхронизацию и нары с гуманоидом, его накидкой, синим драконом, хамелеоном, бесом и этим шаром, к которому она подключена. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Готово. Подхожу к кенаре, помогаемой энергии отстегнуть и все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая печатаю, растворяю. Готово. Под воронкой беса открывается портал в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Под этим черным шаром открывается портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, бес, ты в это биополе больше не войдешь, тебе это понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хамелеон, тебя то же самое касается, больше не приходишь, понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона, забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Синий дракон, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что больше никогда в это биополе не войдешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Забирает все, что принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь гуманоид Сириус, 4 года, с накидкой. Он объяснил, он дал мне полную информацию. По причине подключки человек не мог информацию, которую он получает, анализировать. Своя доля какая-то наивности была. Соответственно, он нашел лазейку и подключился. Посмотри, пожалуйста. На беседу мы его забираем. Хорошо. Уничтожит накидку. Под накидкой, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он ворчит. Это лучше. Что так нас забирают? Почему только вас? Тереться с бесом можешь сравнить по вреду причиненному. Или с драконом, который пришел изучать человека. Его забрали уже. Хорошо. Ну, ушел, так ушел. Пиши письма. Поехали по частотам. И сейчас узнаем, к скольким эгрегорам Инара подключена. Переходим на частоту негативной эгрегоры, мешающей жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Эгрегоры выходят активно и подсвечиваются. У нее и активные есть, и неактивные, которые то подсвечиваются, то гаснут, которым она уделяет внимание и не уделяет. Понятно. Инара, мы вызывали негативные эгрегоры, которые вам мешают в вашей жизни, судьбе и здоровью. Вы готовы от них отстегнуться? Да, конечно, готова. Подхожу к Инаре, помогаемая энергия. На счет три сделать мощный удар и отстегнуть все эгрегоры. Один, два, три. Удар. Отлетает эгрегоры. Открывая воронку в галактическое ядро, все эгрегоры активные и неактивные уходят на переработку вместе с их фантомами. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Пусть тонкая копия Инары вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 680. 680. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Инары до числового значения 680 Гц. Пошел подъем. Готово. Хронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Инара, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после нее? Очень легко чувствую. Слышу музыку внутри себя. Она вибрирует очень приятно и гармонично. Отлично. У нас ее куратор в комнате. Только хотел сказать. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Инары. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас. Приветствую. Я куратор этой души. Мое имя Джастин. Джастин. Приветствуем вас, Джастин. Именно так. Благодарю. Благодарю за это действие. Очищение и легкость. Я здесь по причине намерения этой души узнать свое происхождение. Это поможет душа в дальнейшем развитии. Пожалуйста. Я готова знать свое происхождение или свои корни, как вы говорите. Это гибридная душа. 80% лира и 20% солнечных энергий. Отсюда музыка. Отсюда музыка. Мы очень рады, приветствуя представителя Лиры и Солнца в нашей комнате диагностики. Мы очень рады, что вы пришли к вашей подопечной с этими теплыми словами. Пожалуйста, продолжайте. Я лишь хочу немного описать энергии, как выглядит гибридная душа. Это энергии Лиры, переходящие из чакры в чакру, заканчивающимися тонкими лучами, исходящими из всех энергетических тел. Именно так выглядят тонкие тела или аура этой души. Благодарю вас за этот несанкционированный прием. Мы очень рады вашему визиту, уважаемый куратор Джастин. Вы просто еще не знаете, в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору или учителю, который к нам сюда приходит, мы делаем всегда один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение куратора Джастина. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок? В знак благодарности за его визит, за его слова своей подопечной. Просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Приятно и приятные вибрации идут от ваших действий. Благодарим вас. Благодарю за прием, за очищение души и за великолепный подарок. Во благо. Мы не прощаемся традиционно. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе. Инара захочет задать вам свои вопросы. Мы с удовольствием организуем вам эту встречу. И еще раз примите мои благодарные энергии гибридных душ. Принимаем и благодарим вас на этом месте. Все умное и доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Инара, ваш куратор приходил, Джастин. Вы это уже поняли. И сделал вам такой подарок. Блажебная встреча. Я вся свечусь от счастья и радости. Замечательно. Ничего не бывает лучше, когда душа знает, откуда она родом. Хорошо. Я просила, и он меня услышал. Конечно, он услышал вас. Куратор слышит своих подопечных, если с ним налажена связь. Сделайте выводы из этого сеанса, чтобы не попадать в эти ловушки. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Инара в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Она синхронизируется, гармонизируется со своим Биороботом на всех уровнях, подключая к каждому органу клеточки, зеленки, головного мозга. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok